у меня тут видео про перелом челюсти залетела прям больше тысячи просмотров уже так людям интересно наверное ну конечно шок шокирует многих и многие немногие а вот мне участь человек написал я ему ответил он мне не верит я так поняла что мне не верит что меня кто-то там избивал и это был не единственный случай там было много случаев ну я об этом никогда не говорила там друзьям рассказывала но так как я теперь в таком тут социальных сетях нахожусь это новая форма общения поэтому я об этом рассказываю вам моим подписчикам моим друзьям и ничего и мне почему я должна это скрывать это факты которые о которых нужно говорить и почему нет да пусть знают люди потому что сейчас жизнь другая была жизнь другая в россии и вот операция которая мне делалась я вот сказала у меня родители заплатили чтобы мне вот такой шрамик аккуратненький сделали и чтобы у меня вот я там в другом видео рассказываю как хирург вместо там он должен был операцию делать полтора часа он ее делать три часа потому что мои родители заплатили деньги чтобы умение перерезал вот эти жевательные вот эти мышцы а чтобы другой хирург стоял вот так их оттягивал там живут когда операцию делают это делает же три хирурга. Это же не один хирург стоит. Почему я это знаю? Потому что я работала в операционном зале один год. Я работала в семи операционных залах, когда приехала в Германию. Я работала в Германии. И я очень сильную разницу почувствовала между операционными залами Германии. Я работала тогда в 2001 году, когда я приехала в Германию и с Россией. Вот. Очень большая разница. Когда мне делали операцию, у меня родители заплатили деньги, чтобы, вот я как и сказала, сделали их красивый вот этот рамик. Хорошо зашили. Не вот так вот, зигзагом, что у меня потом вот так вот. Я видела. Обратите внимание, у некоторых людей есть, которые старше сорока. У многих есть вот такие шрамы. Это шрам перелом челюсти. Это не то, что меня ножом где-то там в подворотне резали, а это хирург. И что я хотела сказать? Почему важно было сшить? У меня вот тут скобка. Потому что я была молодой. Мне было 19 лет. Растущий организм. И у меня бы кости одна пошла в одну сторону, а другая бы пошла в мозг. И все. И поэтому нужно было вот эти две кости, вот одна вот так вот так. У меня там рентген есть. То есть все это видно. Нужно было сшить. Так вот, я хочу сказать, когда мне эту операцию делали, это был 99-й год. Ноябрь 99-го года. Не было ни шприцов, ни наркоза, ни ниток, ни шин, ничего. У меня родители, вот чтобы мне сделали операцию, они мне, они покупали все, мои родители. Это стоило очень большие деньги тогда. Деньги тогда занимали, ходили там, у кого могли занять, потому что эта операция стоила очень больших денег. Это заплатить, чтобы он хирург красиво там все зашил. Потом вот эти перчатки, резины, шприцы, иголки. Ну вот все, что для операции нужно. Вот три человека стоит, делает операцию. Это вот такие вот условия были. В России 99-й год. Не было денег. Если у тебя денег не было, то будешь со своим, блин, переломом лежать. Вот у меня вот там, я познакомилась с женщиной в палате. Вот она была алкоголичка с деревней. У нее не было денег. Ее муж избивал до такой степени, что она с переломом челюсти там. Ей нужно было зашить вот эти, вот эти, ее челюсть. И я попала туда в ноябре, в больницу. И мне сразу все сделали. Меня подготовили к операции, потому что заплатили деньги. За шприцы, за все, за все. То есть я без очереди. Меня сразу туда. Меня приготовили к операции, мне сделали операцию. То есть мне повезло. А женщина вот, которая там была, она говорит, мне только летом будут. Я, говорит, жду наркоза. Она говорит, без наркоза как я буду? Я говорю, что тебе никто не может заплатить? Она говорит, нет у меня денег, у меня ни родственников нет, у меня никого нет. Вот она лежала со своей переломанной челюстью. Представьте, вот такие вот были условия. Потом я приехала в Германию, работала здесь, в операционных залах и видела, как тут все организовано, как все сделано, как это, они даже никто не, да это вообще, это было как на этом, на космическом корабле. Как я в этом операционном зале, я смотрела, как все это происходит, все эти операции, наблюдала за всем, все это, ну, в России, я надеюсь, что лучше стало, вот медицина, и все говорят, что лучше. Ну, я надеюсь, но было ужасно, 99-й год. Если у тебя нет денег, и ты себе что-нибудь сломал, то все, ты попал, друг. Все. Наркоза ждать, как ты будешь его ждать? У тебя там все гноится, у нее, я не знаю, как она, оно же гноится, это же кость, это же нужно зашить, одна кость открытая, вторая, это же нужно зашить, оно же гноится, а потом гной идет в мозг, и все. Ну, а кого это волнует? Денег нет, все. Поэтому я говорю, это, нужно везение, везение, и деньги, везение и деньги. Кошмар. Как я тему эту затронула, да? Перелом челюсти, ну, воспоминания сразу, и все. Ну, и смотрю, люди не верят, как можно не верить? Субтитры создавал DimaTorzok